В конце июня в нашей стране отмечается день самой творческой и креативной части нашего общества – молодежи. В праздничный день в актовом зале Славянского сельскохозяйственного техникума прошло заседание районной коллегии социальной сферы. На нее пригласили тех, кто занимается реализацией молодежной политики, а также школьников, студентов, рабочую молодежь. С подробностями мои коллеги. Итоги работы по реализации государственной молодежной политики в Славянском районе были подведены на заседание районной коллегии социальной сферы, в которой приняли участие глава Славянского района Роман Сенеговский, главы сельских поселений, специалисты по делам молодежи и, конечно, сами ребята – представители молодежных объединений района, студенты техникумов и вуза, старшеклассники. Ставшая уже традиционная коллегия прошла в необычном формате в виде творческого отчета, поэтому рассказ об итогах работы с молодежью по всем основным направлениям сопровождался выступлениями самодеятельных коллективов. Песня «Сердце моё, Россия душа» Начальник управления по делам молодежи Олег Смольников отметил, что основные направления в реализации молодежной политики на территории района – это гражданско-патриотическое воспитание, творчество, духовно-правовое воспитание, добровольчество, работа клубов по месту жительства, туризм, организация летнего отдыха и занятости молодежи. В рамках реализации этих направлений в течение года в городе и сельских поселениях района было проведено почти 300 социально значимых мероприятий с общим количеством участников более 20 тысяч человек. Самые яркие из них – фестиваль-конкурс «Пою моё Отечество», слёт ученических самоуправлений «Россия начинается с тебя», игры КВН «Что, где, когда», фестиваль бардовской песни «Славянская кругосветка», мероприятие клуба молодых семей «Счастливы вместе», творческое мероприятие «Успех» с подведением итогов за год и награждением активистов молодежных клубов и многие другие. Наш район по итогам полугодия 2019 года входит в пятёрку самых лучших районов по организации добровольческой деятельности. Надеюсь, это мы сохраним с вами и будем ещё более ударными темпами в этом отношении работать. У нас есть клуб «Чела», о котором сегодня вы в ролике видели, клуб «Синергия», городской клуб, в который тоже ходят наши ребята-волонтёры. В каждом учебном заведении есть своё волонтёрское подразделение. Добровольчество и добрая деятельность – это всегда будет в почёте и всегда будет востребовано. Отчёт руководителя Управления по делам молодёжи был проиллюстрирован выступлениями самих ребят – участников клубов, творческих коллективов, волонтёров. Аплодисментами зал встречал вокалистов студенческого клуба «Юность», Славянского сельскохозяйственного техникума, показательные выступления клуба «Юный десантник», танцоров брейк-данса клуба «Стрит-стайл Крю», молодёжный состав ансамбля «Ритмы планеты», семью Карах из клуба «Молодых семей» – «Счастливы вместе» победителей краевого конкурса «Молодых семей». Маркер можно? Маркер? А то вещи у нас будут. Да, держи. Покажи, покажи, покажи максимально, какого ты Себаса нарисовала. Есть, да? Елизавета, но это ещё не всё. Елизавета, верю в чудо, она произведёт имя с тобой, да? Слышно, живая рыбка, может загадывать желание, это подарок для тебя. Аплодисменты! Спасибо, дорогие друзья! Клуб «Счастливы вместе» – Славянский район. Итоги коллегии подвёл глава Славянского района Роман Синеговский, который в своём выступлении подчеркнул, что в нашем муниципальном образовании реализации молодёжной политики уделяется особое внимание. Мне приятно, что наша молодёжь в лице Олега Игоревича, в вашем лице, она активная, креативная, вы придумываете интересные форматы, вы ищете что-то новое. Наверное, это и правильно, и мы вас видим, эту поддержку, и надеемся на то, что вы будете нам помогать действительно что-то носить новое, более результативное, более эффективное, для того, чтобы в целом развивать наш родной Славянский район. Вы наше будущее, вы наше подрастающее поколение, мы вами гордимся. Поздравляю вас с праздником, хотел бы, чтобы всё у вас получалось, чтобы вы радовались, чтобы вы развивались, чтобы вы привлекали в свои клубы, в целом своё движение. Надеемся, что больше и больше молодых людей будут приходить в наши клубы, в наше направление, которое мы сегодня поддержим. Мира вам, добра, благополучия, радости, дерзайте, творите! Вперёд, молодёжь! В завершении коллегии ярким представителям молодёжного движения в Славянском районе Роман Синеговский вручил благодарственные письма за активное участие в общественной жизни района. Руководитель клуба исторической реконструкции «Дружина» Борисов Антон Владимирович. В этот день были названы имена лучших из лучших, которые занесены на молодёжную доску почёта, открытую 29 июня в молодёжном сквере. Этой чести удостоенный студент сельскохозяйственного техникума Александр Луценко, выпускник школы номер 56 посёлка Рисового Вячеслав Григоращенко, студентка техникума экономики и права Кристина Симонова и многие другие. Есть на доске почёта и коллективы. Это народный самодеятельный коллектив «Театр народного танца «Меридиан», филиала Кубанского госуниверситета, народный вокальный ансамбль «Комплимент», городской дом культуры и военно-патриотический клуб «Вымпер» Славинского электротехнологического техникума. Мы молоды, красивы и сильны, мы молодёжь, мы будущее мира и страны. Нас ждут большие достижения в учёбе и в делах, и смелые решения до мира и добра. И в этот день имеет право каждый веселиться, а возраст лишь вопрос душевных сил. Сегодня же у всех должно всё получиться, ведь каждый был когда-то молодым. С днём молодёжи, с праздником, друзья! Анна Монастыренко, Игорь Иванчиков, программа «События».